Компания Xiaomi представила новую продукцию на ежегодной мировой презентации. Все товары, о которых сейчас пойдёт речь, предназначены для европейского рынка с соответствующей ценой. Они наконец выпустили игровой монитор, новые смартфоны и даже TV-приставку. О этом сейчас коротко. Началась презентация с фитнес-браслета Mi Smart Band 5. Приставку Smart в названии он получил, но NFC в нём нет. Пока что он только в китайской модели. Вероятно в модели Pro, которая выйдет позже, NFC модуль появится. Браслет предлагают купить за 40 евро. Первым покупателям положена скидка в 5 евро. Отдельно можно докупить ремешки. Всего на выбор есть 6 цветов. Также Xiaomi представила и беспроводные наушники для международного рынка. Несмотря на внешнюю дешевизну наушников, они получили полноценную систему шумоподавления. За это отвечают два микрофона, которые также умеют считывать голосовые команды. Поддерживается кодек AAC, а установленный Bluetooth версии 5.0. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 5 часов автономного воспроизведения музыки, а с подзарядкой от футляра мы получим запас 20 часов. Наушники автоматически подключаются при открытии футляра к смартфонам Xiaomi Poco и Redmi с фирменной оболочкой MIUI. Из индикаторов есть только один датчик. Если вытащить один наушник из звука во время воспроизведения музыки, они автоматически поставят паузу. Купить их можно только в белом цвете по рекомендованной розничной цене в 40 евро. Нам показали и три бюджетника. Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A. Три смартфона, три процессора. А именно Mediatek Helio G80 в старшей модели Redmi 9, Helio G35 в модели 9C и Helio G25 в модели 9A. В табличке есть все характеристики трёх смартфонов. Линейка Redmi 9 внешне приятная. По сути это тот же Redmi K30, да ещё и в новом цвете, которого к сожалению нету в старших моделях. Я хочу обратить внимание на наличие NFC модуля в Redmi 9 и Redmi 9C, а также на их поддержку 18 ваттной зарядки. Redmi 9 вообще поставляется с кубиком на 10 ватт, просто счастье. Redmi 9 стоит 149 либо 169 евро, в зависимости от варианта памяти. За Redmi 9C просят 119 либо 139 евро, а за младшую модель Redmi 9A просят всего 99 евро. Низ рынка это низ рынка, но мне крайне приятно наблюдать как смартфоны с каждым годом становятся лучше и производительнее даже в таком сегменте. Поехали дальше. Та самая загадочная ТВ приставка в формате флешки, которая уже продаётся 3 недели вышла официально. Она называется Xiaomi Mi TV Stick. Приставка предлагается в чёрной расцветке по рекомендованной розничной цене 40 евро. Работает она на платформе Android TV 9.0 и способна выводить видео формата 1080p через HDMI порт. На её борту 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт накопителя. Учитывая крутой размер мне она понравилась, но в действительности нужно оценивать её функционал, который урезан, в отличии от Mi Box S, который стоит на самом деле не особо и дороже. Брать я бы не стал. Ожидалась и вторая Pro версия, которая будет поддерживать 4К разрешение, но увы. Многими ожидаемый игровой монитор также можно купить на глобальном рынке. Перед нами гнутый монитор, размер которого составил 34 дюйма. Экран разрешением 3440 на 1440 точек. Частота обновления изображения составила 144 Гц, что делает его автоматом игровым. Его анонсировали ещё зимой, но только сейчас он стал доступен для заказа вне Китая за 400 евро. Выводы делайте сами, брать или нет. Но обязательно изучите, что есть у вас в стране перед покупкой. Финально нам показали и два электросамоката. Xiaomi Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2. Цена первого составила 399 евро, а второго 499. Старшая модель Scooter Pro 2 получила 300-ваттный двигатель. Он обеспечивает максимальную скорость в 25 км в час и дальность хода 45 км. Самокат складной и весит 14,2 кг. У младшей модели мощность двигателя составляет 250 Вт. Дальность хода 30 км. Он весит 12,5 кг. И конечно же ориентирован на более широкую аудиторию. О чём говорит и ценник и немножко урезанные характеристики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok